Мастер-класс от педагогов детской школы искусств. В Черкесске прошел концерт камерного ансамбля, в состав которого вошли преподаватели первой музыкальной школы. Впечатлениями от увиденного и услышанного поделился наш корреспондент Артур Мкце. Первая детская школа искусств Черкеска в своем нынешнем виде существует недавно. Некогда старенькая обершалая постройка после капитального ремонта смотрится ничуть не хуже многих элитных учреждений дополнительного образования. Радуя глаз красивой иллюминацией, удобными помещениями для обучения юных музыкантов. Причем здесь педагоги личным примером доказывают, что любовь к искусству может длиться десятилетиями. Соскучившиеся по большой сцене учителя-предметники под руководством директора Татьяны Джириковой создали свой камерный ансамбль. Это и возможность продолжения концертной деятельности и практические уроки для воспитанников. Цель привлекать, привлекать как можно больше учеников музыкальной школы, потому что заниматься музыкой – это прекрасно. Я всегда говорю, что детки, которые занимаются музыкой, они априори другие, они априори более талантливые, приспособлены к жизни потом, в последующем. Но и мы сами, как музыканты, мы скучаем по сцене, нам хочется творить и дарить радость зрителю. На концерт преподавателей детской школы искусств пришли многие ценители классической музыки, а также юные таланты, которые могли увидеть, к какому уровню стоит стремиться. Так, шестилетняя Эрика Качкарова и семилетний Кирилл Бердуков занимаются более трех лет. С удовольствием приходят на уроки и мечтают освоить несколько дисциплин. Ты приходишь сюда, в школу. Чем занимаешься? Скрипкой, вокал и фортепиано. Что больше всего нравится? Фортепиано. То есть на фортепиано сложно играть? Мне нет. Преподаватель строгий? Нет. Все объяснили. А тебе что больше всего нравится? И вокал, и фортепиано. Последний звонок извещает о скором начале концерта. И пусть зрители на представлении далеко не полный зал, пришедшие вряд ли пожалели о потраченном времени. Первая мелодия из кинофильма «Любимец нового Орлеана». Любопытный факт, тираж пластинок с этой песней только в Соединенных Штатах превысил 10 миллионов экземпляров. Пианистов Аину Халкечеву когда-то привели в музыку родители. В 4 года она села за фортепиано, а спустя несколько лет поняла, что хочет связать свою жизнь с этим видом искусства. По схожему пути прошло большинство наставников музыкальной школы. И теперь все они, нашедшие призвание в передаче «Опыта детям», обучают премудростям юных жителей Черкеска. А во время концертных вечеров еще и дарят зрителям свои настроения и любовь к музыке. Артур Махцемиха Карагелян, Вести, Карачао, Черкесия.